Вот такие вот дела. У нас сначала теперь с указанием того, кто может, а кто не может остаться в радиоприемниках. Так что, если вдруг вам ниже указанной возрастной планки, то немедленно удалитесь. Для людей взрослых, осознанных и серьезно увлекающихся высокими технологиями, мы, собственно, и начинаем программу Рунет сегодня. Доброе утро, друзья! Это Рунет сегодня, 17 сентября 2019 года. Говорю, это для тех, кто слушает нас в подкасте, таким образом может сориентироваться. Сегодня, находясь, возможно, в совершенно иных временных отрезках, нежели мы сегодня, мы в прямом эфире общаемся с коллегами о главных событиях ушедшей виртуальной недели. Гость этой студии Сергей Вильянов. Сергей, приветствую! Здравствуй! Это главный редактор журнала МирПК. И Михаил Райбан, директор по работе с рекламными агентствами ТНС Россия. Михаил, приветствую! Здравствуйте! Значит, напомню всем наш слушающим, нас слушающим удалось, что мы звучим на 99.6 FM в Москве, либо онлайн на финанс.fm. Нахождение и прослушание нас онлайн позволит вам, сегодня у меня тяжело с окончаниями, позволит вам не быть привязанным к столице, может так выразиться. То есть слушать нас из любой точки планеты. Коллеги, для вас, находящихся в студии, и для тех, кто слушает нас у радиоприемников старше 16 лет, расскажу, так сказать, программу. То есть то, что будем обсуждать сегодня самое главное. Главные новости недели. Это Почта России планирует создать единую электронную почтовую систему. Любопытная тема, которая, как уже говорил я в анонсе программы в утреннем шоу, может иметь очень далекие последствия для страны в ближайшие годы, если и когда такая система будет создана. Вторая новость, которая у нас подлежит подробному обсуждению. Онлайн кинотеатр Иви.ру привлек 40 миллионов инвестиций, значит, все еще верят в онлайн видео. Хотя до сих пор, как не я единственный говорил, в видео онлайне толковых моделей монетизации, которые давали бы реальные деньги, все еще не найдено. Хотя видео довольно активно смотрится, однако денег приносит мало. Ну и самое громкое событие, неделя релиз нового айфона. Вот такие вот дела. Для начала мы в режиме экспресс-обсуждения пройдемся по новостям, которые не вошли в подробное обсуждение. И сделаем это прямо сейчас. Итак, первое событие. Яндекс.Деньги получили лицензию на осуществление банковских операций. Встаной капитал составил 18 миллионов рублей. В общем, они успели впрыгнуть в тот вагон. Напомню нашим слушателям, что по новому закону о платежной электронной системе, если не ошибаюсь, так он называется, электронной платежной системе, все организации, которые осуществляют электронные платежи, они обязаны стать либо банком, либо какой-то небанковской некредитной организацией. Кажется так. В общем, они должны получить лицензии. Сергей, насколько эта тема, ну как бы полезна для Рунета, она служит цивилизации, виртуальной среды, иному чему-то? Как ты на это смотришь? Мне кажется, что все, что входит в рамки каких-то законов, какими бы они качественными ни были, это всегда хорошо. Потому что одно дело, когда вот проблема, там не проблема, а когда электронные платежи, решения по ним принимают некие невнятные, там, незнакомые нам дяди на свое усмотрение. А другое дело, когда все это входит в рамки, то есть, да, это что-то вроде банка. Они могут делать то-то, то-то и то-то, не могут делать то-то, то-то и то-то. Ну, то есть, в общем, порядок там следовало навести? — Однозначно, потому что в свое время многие ушли из WebMoney, ну, другой конкурирующей системы, именно потому, что там царил такой вот, ну, какая-то такая своеволие такое очень большое, и многое зависело от настроения людей, которые в данный момент работают службой поддержки. Вот я думаю, что теперь, когда это вошло в рамки закона, и Яндексу, и WebMoney, и другим коллегам будет только лучше, а уж нам-то гораздо. — Ну, я вот на поводу WebMoney возражу то, что там все-таки скорее сервисные составляющие, то есть поддержка воспитана или не воспитана, соответственно, собственниками и управляющими должным образом. — И это тоже, но с другой стороны, вот они подчинялись фактически только самим себе, вот как решили, они как судьба были, вот решили, будет так. А теперь, когда это в рамках закона, ну, уже труднее. — Теперь есть судьи и выше. — Да, есть судьбы покруче, да. — Значит, окей, идем дальше. ВКонтакте оказался от услуг ТНС. Это как раз тема, получается, ваша, Михаил, твоя, мы договорились на «ты». Соцсети обвинила компанию в изменении данных задним числом. Что там случилось у вас? — У нас, наверное, собственно, ничего не случилось. Действительно, ВКонтакте объявил о том, что ВКонтакте будет остановлен. Формальная причина, которая озвучена, это перевыпуск данных, которые мы выпустили в июле этого года. — В июле, прошу прощения. Дело в том, что наша компания занимается поставкой данных об аудитории интернета в целом. И основная поставка — это поставка данных, поставка информации о населении, которое проживает в городах с численностью больше 100 тысяч человек. — В июле этого года мы впервые двинулись более глубоко в Россию и решили поставить на рынок данные по аудитории населения, которое проживает в городах менее 100 тысяч человек. Даже не в городах, а вся Россия, которая проживает за пределами городов 100 плюс и больше. А вот именно эта дополнительная поставка была перевыпущена по техническим причинам. — И изменила показатели? — Да, показатели были изменены по всем площадкам. Там произошел технический сбой. Данные оказались не очень корректны. Поэтому мы, как только обнаружили эту ошибку, мы обо всем предупредили рынок, перевыпустили данные. Мы посчитали, что мы сделали все, что обычно делает в таких случаях любая исследовательская компания, когда обнаруживается сбой или ошибка. Основная поставка не трогалась. Там все как шло, так и шло. Собственно, вот это вот... Я рассказываю историю, которая была освощена в качестве... — То есть в итоге данные оказались корректными? — Ну, в итоге, конечно. В итоге, конечно, данные, которые мы выпускаем на рынок после перепоставки, мы их считаем на сегодняшний день корректными. Ими, собственно, пользуются... — А, ваша версия, причина отказа ВКонтакте от ваших услуг? — Я не могу комментировать, потому что, наверное, реальную причину знает руководство ВКонтакте. — То есть для вас это сюрприз был? — Ну, до какой-то степени, да. — А то, что они сейчас собираются считаться исключительно по лайв-интернету, как к этому относитесь? Насколько лайв-интернет и подобные веб-счетчики способны показывать реальные показатели по аудитории? — Абсолютно способны, только интернетские счетчики показывают другие показатели, нежели исследовательская компания, в частности, ТНС, которая говорит об аудитории. — Лайв-интернет и счетчики в интернете — это подсчет технических аспектов интернет-аудитории. Это количество посещений, количество так называемых уникальных пользователей, которые вовсе не люди. На самом деле это файлики, куки, сидящие в браузере. — Устройства. — Это скорее... это браузеры, это устройства, это все вместе. Это помеченные файлы куки, которые заходят на браузер. Мы говорим про людей, мы говорим про население, про людей. В качестве примера один человек может быть несколькими уникальными пользователями в интернете. Если он ходит из дома на компьютере, если он ходит на работе... — Да, это очень известная история. — Да, два уникальных пользователя. — И, грубо говоря, для лайв-интернета один человек с разными устройствами, планшетом, смартфоном, ноутбуком — это разные люди как будто бы, а для вас это один человек? — Это один человек, потому что мы, собственно, работаем непосредственно с людьми. У нас панель — это пользователи, которые регистрируют все свои компьютеры на наши технические странички. — Просто показатели разные, поэтому можно ориентироваться на счетчики, но тогда не очень можно говорить о проценте населения, которое ходит на ресурс. Нельзя говорить о социально-демографическом составе. — Это разные вещи. — На соцдеме там уже немножко можно, там, учитывая какие-то данные дополнительные из соцсетей тоже самое. — Наверное, косвенно можно. Мы пытаемся и предоставляем информацию, даже не пытаемся, а просто предоставляем информацию о социально-демографических характеристиках аудитории напрямую. — Хорошо, пойдем дальше. Следующая тема, которую я хотелось обсудить в этом экспресс-режиме — это факт запуска Windows 100 для разработчиков из 120 стран мира. То есть эти разработчики получили возможность добавлять. Вообще, Сергей, к тебе снова вопрос, логичным образом. Насколько тебе кажется перспектива Windows 100 и связанного с этим, получается, связанного с этим мобильной операционной системы, а может быть и не только мобильной операционной системы, а от Windows перспективным? — Это очень глобальный вопрос, если мы начнем его всерьез обсуждать. — Поэтому давай секунд 30. — Секунд 30, мне кажется, очень перспективным, потому что гораздо нормальному человеку, не нам с вами, а нормальному человеку, гораздо удобнее и проще зайти в некое место в операционной системе и там все скачать или купить. Парой кликов. Все нужные программы. Проблема в том, что под Windows 8 программу надо очень серьезно перелопачивать, потому что там поменялся интерфейс, и если вы хотите, чтобы программа нормально работала, ей можно было управлять руками, в чем, собственно, главная фишка Windows, ее надо очень основательно переделывать. Вот, чтобы попасть в Windows Store, программа должна иметь именно такой интерфейс. Сейчас там все очень грустно. Я пользуюсь Windows 8 где-то с августа на своем планшетном компьютере, и там нет, ну, не то чтобы ничего, то есть там кое-что есть, но очень-очень бедненько. А релиз, между прочим, 26 октября, то есть осталось у нас там полтора месяца. Если вот эти многочисленные разработчики из разных стран мира за эти полтора месяца вдруг поднапрягутся и забьют этот Windows Store, это будет очень хорошо и... Большой подарок для Microsoft. Большой подарок для Microsoft, потому что иначе просто не взлетит. Ага, ну, то есть, в общем, мы можем ожидать некую интригу, и в зависимости от того, как пойдет сейчас развитие... Делать вставки, да, очень интересно. ...развитие вот этого Windows 100, будут больше или меньше перспективы Windows 8, причем резко отличающиеся, да? Абсолютно. Хорошо, вот, ну, собственно говоря, интрига и зависла, мы пойдем дальше после выпуска новостей, подробно обсудим перспективы появления в России электронной почты для важных писем. Здравствуйте, снова я тронусь сегодня с 17 сентября 2012 года. Это меня зовут Максим Спиридонов, мы говорим о главных событиях ушедшей недели в цифровом пространстве. Напомню, что звучим на 99.6 в Москве или онлайн от финам.фм. Так, скажу о том, что сейчас подключаем к нашему разговору мой твиттер, Максим Спиридонов, собственно, звучащий с созвучным моим имени и фамилией, в котором будем вам задавать вопросы по ходу движения программы, на которые попросим отвечать. Вопросы будут касаться тем нашего следующего обсуждения. Напомню, что следующие три блока у нас три главные новости недели. Ну, главные с точки зрения по версии редакции программы «Урнета сегодня». Разумеется, мы не претендуем на абсолютную объективность, хотя к ней стремимся. Напомню, что гость этой студии Михаил Райбман, директор по работе с рекламными агентствами ТНС «Россия» и Сергей Вильянов, главный редактор журнала «Мир ПК». Значит, коллеги, такой спич себе позволю сейчас. Как известно, официальным документом России является только физически существующий лист бумаги, с подписями, с печатями, если таковые требуются в конкретном случае. Значит, такого рода физические носители используются в документоборотах фирмы компаний, в государственных организациях, в судах, в конце концов, что важно. Как вы считаете, целесообразно ли и безопасно ли перевести весь этот документоборот в цифровое пространство в онлайн, сделав виртуальным? Сергей. Да, пожалуй, что да. Я не против. Ну, хорошо. Ты специалист в этой области, и ты, в общем, ну, как бы не обладаешь тем паранойми, которые присутствуют так или иначе у обычных нормальных людей. То, что как там в интернете все открыто, там же хакеры. Ну, хакеров и сейчас хватает. Если вы зайдете на Савеловский рынок, например, вам предложат купить такие базы данных, несмотря на то, что как бы все это у него существует, все на бумаге, но, тем не менее, вы можете купить базу вплоть до, там, не знаю, владельца собак бойцовых пород. Вплоть до такого. Поэтому... И, по большому счету, продолжая твою логику, если говорить о оффлайн-документах, можешь спокойно купить, не знаю, там, аттестат, зрелости, диплом любого вуза, свидетельство о браке. Да, хороший подарок для дня рождения, диплом из ФАКа МГУ, очень прекрасно. Ну, да. Хорошо, давайте послушаем про потенциальную систему, если можно так выразиться, государственно подтвержденных имейлов. Рунет сегодня Почта России займется созданием единой электронной почтовой системы для физических и юридических лиц. По сообщению газеты «Коммерсант», электронные ящики будут выдаваться на основании абонентского договора и позволят снизить затраты на пересылку документов, а также ускорить доставку корреспонденции. Стоимость внедрения такого проекта официальными лицами пока не озвучивалась. Важной особенностью сервиса станет то, что при распечатании документа, посланного при помощи этой системы на бумаге, будет некий штемпель, подтверждающий его подлинность. То есть, Почта России примет роль виртуального нотариуса. Я бы сказал, виртуального фотошопа. То есть, ты сомневаешься в перспективах такого штемпеля. Ну, вы знаете, мне кажется, что после того, как все это заработает, значит, электронное письмо между городами будет идти две недели, а письмо с оттачем будет считаться бандеролем, из-за него надо будет доплачивать отдельно. Мне так кажется. Михаил, ты что думаешь? На самом деле, можно смеяться, но если проблема с электронной подписью или с электронным штемпелем будет действительно решена, это будет действительно верифицировать тот документ, который пересылается, то можно ожидать с некоторого сокращения бизнеса у курьерских служб, поскольку основные пробежки курьеров между офисами компании – это как раз бумажки, причем иногда по одному листочку. Счет-счет фактура. Счет-счет фактура, письмо со штампом, подтверждение и так далее. Вот это вот давно очень хочется засунуть куда-то в электронный формат. Очень хочется. Деликатно вылазился-то. Засунуть куда? Да, засунуть в электронном виде, пересылать по проводам, потому что иногда на самом деле возникает необходимость доставить все это быстро в виде официально подтвержденного документа. Бывают такие случаи, и они нередки. В этом смысле эта задумка, ну, мне кажется, она, как задумка, она очень хороша. Вопрос реализации. Ну да, напомню, что это сообщение газеты «Коммерсант», мы прообратились к Почте России, и они дали предельно обтекаемые комментарии, которые, не знаю, я так отчасти прочитаю. Значит, на данный момент проект создания единой электронной почтовой системы, реестра электронных адресов виртуальных почтовых отделений является одним из новых положений закона проекта, который еще только будет рассматриваться наступившей осенью. Ну и так далее. И там в таком духе, пока поручение от Министерства связи на проведение таких либо сетов не было произведено. Однако, мне кажется, и интересно, что думаешь на отчет ты, Сергей, что подобная система — это неизбежное будущее любой страны. Я нет, я полностью с вами согласен, что это правильно, это хорошо, но просто как человек, регулярно бывающий на почтовых отделениях... А что ты там делаешь, кстати? Ну, я получаю посылки, как правило, с ЕБ, например. То есть я езжу по России, захожу на почту, какие-то открытки покупаю. И, понимаете, зарплата почтальона, сотрудника почтовой службы в регионах, составляет примерно 5-7 тысяч рублей. Поэтому там работают такие уже очень пожилые люди, которым вот всё вот это просто трудно уложить в голову, если возможно вообще. И вот представляете, им спускается инструкция. Так, всё, выдаём электронные адреса по предъявлению паспорта. Вы представляете, что будет на этих почтовых отделениях? Я вот, честно говоря... Вот ты имеешь в виду процесс верификации, потому что дальше не они будут поддерживать. Если я правильно прочитал, то есть вот этот паспорт будет, фу, этот электронный адрес будет выдаваться в почтовом отделении по предъявлению бумажного паспорта. То есть это вот... Скорее всего, будет верификация... Я тебе скажу сейчас, если хочешь, и тебе, Михаил, нашим слушателям, о том, как это будет, как это существует уже в Германии. В отличие, мы с тобой говорили, да, что ты погружён в Израиль, я достаточно глубоко погружён в Германию, я живу на две страны фактически. И вот там я сейчас специально, мне давно пришла заявка, мол, есть такая штука, демейл, брат, ну, как бы немецкая почта, грубо говоря, можешь себе такой ящик завести, и тогда взаимоотношения с организациями, с госорганами может вестись по этому протоколу через эту почту. Я зашёл на сайт, специально сделал это в выходные перед программой, вспомнив об этом приглашении, любезном приглашении моих немецких друзей. Значит, и там что происходит? Ты регистрируешься на сайте, как в обычном электронном адресе, выбираешь никнейм, то, что свободно, я выбрал себе по фамилии, порадовался, что ещё не заняли, просто фамилия без каких-то дополнений. И вслед за этим мне там дали подробную инструкцию, как подробную, очень короткую, просто с красивыми картинками, о том, что я теперь должен прийти с паспортом в любое отделение, либо телекома, Deutsche Telekom, это глобальная организация, либо почтовое отделение, действительно, которое поддерживает это всё, и верифицироваться. Это один раз случится, и всё. Ну, бабушки, думаю, что один раз смогут сверить паспорт с учётными данными. Ну, как бы, есть надежда? Надежда есть, но проблема в том, что адрес, он будет на латинице. Всё, всё пропало. И всё пропало. Нет, идея сама абсолютно правильная, если это будет, это удобно и для граждан, и для организаций, и экономия бумаги определённой. Хотя, кстати, забавно, что с развитием цифровых технологий потребление бумаги только растёт. То есть, это такой парадокс странный. Откуда такая информация? Это из статьи, опубликованной в журнале Мир ПК за октябрь, которая выйдет в продажу через две недели. Минутка рекламы. Да. То есть, но... Идея правильная, но я боюсь вот этих вот странных реализаций, потому что даже сейчас зарегистрироваться на сайте госуслуг, эта задачка, в общем-то, ну, нетривиальна. Он периодически виснет, он периодически отправляет письма куда-то не туда. То есть, ну, вот... Ну, справедливости ради, должен сказать, что при всём том сложном процессе реализации решений, которые у нас в государственных органах в стране существуют, сайт госуслуги — это такое светлое пятно. Потому что зарегистрировавшись действительно один раз, да, процедура регистрации, она, кстати, очень напоминает вот то, что говорится про Почту России. Надо прийти в специальное отделение, предъявить документ и получить логин, паспорт входа на этот сайт. Но, единожды получив, во всяком случае, в трёх-четырёх местах на сайте госуслуги сделан очень хороший сервис. И для меня проблема теперь уплаты, простите, штрафов ГИБДД, она решена. Потому что я это делаю, не выходя вообще никуда, смотря, что мне выписали, и нажимая кнопочку «Оплатить». Нарушать не хочу. Ну, в общем, да, я это делаю редко, но когда я это делаю, вспоминая предыдущие свои перипетии и приключения с уплатой штрафов, сейчас есть некоторое счастье. В этом смысле, если система будет работать почтовая, ну, хотя бы так, как сейчас работает уплата штрафов ГИБДД, то это будет, в общем, достаточно неплохо, достаточно неплохо. Я обращусь к Фитеру, как обещал в Твитере Максим Спиридонов, мы задали вопрос. Вопрос звучал следующим образом. Какими почтовыми сервисами вы пользуетесь? Вот, что нам ответили люди. Разумеется, никто не сказал, что он пользуется уже там проверенной, защищённой почтой от Почты России. Такой не существует. Но меня удивило, это, видимо, потому что у нас аудитория такая гиковская больше. То, что очень много, как тут написали, непатриотичным Gmail. Вот именно непатриотичного Gmail здесь много. Братья. Ответы такие. Gmail, Яндекс.Почта. Gmail, запятая, Яндекс.Мейл. Ну, видимо, Mail.Ru. Gmail.com снова-таки. Раньше Mail.Ru, теперь на Gmail перешёл, пишет следующий человек. Снова Gmail. Ну и так далее. Yahoo.Mail. Вот такой вот оказался товарищ неожиданно. Такой оригинал. Это были ответы из Твитера наших слушателей. Добавлю к вышесказанному, что ожидается, что законопроект, о котором мы сейчас говорим, об электронной почте, будет рассматриваться в Госдуме уже в октябре месяце. То есть Почта России зря, в общем-то, так отпихивается. На самом деле, там, конечно, наверняка они уже знают о том, что есть движение определённое, им предстоит-то всё. А, возможно, даже это отчасти и обсчитано. Хотя они говорят, что мы ещё не приступали. Вот. Значит, что можно добавить к следующему? Ну, один из бывших топ-менеджеров РБК, Михаил Гуревич, комментируя эту новость для одного издания, высказал убеждение, что граждане новой почтовой системой будут пользоваться только если их принудят законодать. Абсолютно. Согласны? Да. А мне кажется, что вот я бы пользовался и так. Вот если мне уверен, я буду, что моё письмо, отправленное в некое госучреждение, будет реально доставлено и получено, я бы скорее, по-другому, отправлял. Слушайте, это вопрос пользы. Это вопрос выгоды. Если людям, передо мной лежат цифры, я смотрю, что почтой-то пользуются практически все пользователи интернета в этой стране, коих у нас сейчас, если говорить про то самое население в городах от 100 тысяч человек, больше 60% населения, то, соответственно, если будет от этого выгода, если я могу отправить официальное письмо в государственный орган, не приходи туда ногами, если я могу отправить платёж или что-нибудь ещё, пользуясь идентификатором той самой официальной почты, если мне это будет удобно, я этим буду пользоваться. Принуждать будет не нужно. Принуждать не надо. Другое дело, что в сообщениях и везде, где про это написано, заявлено создание сервиса, но не заявлено цели и задачи, которые он может решать. Ну, возможно, они появятся позже. Нам нужно просто двигаться дальше, я извиняюсь, что прерываю, Михаил. Значит, через минуту в фокусе нашего внимания окажутся крупные инвестиции в один из ведущих кинотеатров Рунета. Продолжаем весело и бодро обсуждать события ушедших недель в области цифрового пространства, в социальных сетях, интернет-бизнеса и тех вещей, которые являются связанными с вышеназванными. Звучим на 99,6 в Москве или онлайн на финал.фм. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости этой студии Михаил Райбман, директор по работе с рекламными агентствами ТНС России, и Сергей Вильянов, главный редактор журнала МирПК. Да, онлайн-видео довольно давно называют потенциальным убийцей классического телевидения, как мы с вами знаем, коллеги. Звучит это уже лет, наверное, 8, или, может быть, 10 уже лет звучит, то, что вот, мол, скоро, скоро вообще все убьет телевидение к чертовой матери. Годы идут, а телевидение как будто и не собирается умирать, причем в последнее время как-то все снова растет, хотя, может, и не переставал, я специально не наблюдал, но вот, посмотрев в последнее время какие-то графики, тенденции, вижу, что чувствую себя прекрасно. Коллеги, каким, на ваш взгляд, сегодня, видите, положение дела, а склад сил в этом противостоянии? Вообще, есть ли противостояние, Сергей? Противостояние между кем и кем? Телевидением и онлайн-видео. А, ну, я думаю, что онлайн-видео это удел таких людей, во-первых, в этом, ну, начнем с того, что это удел у людей с широкими интернет-каналами. Этих людей в нашей богатой стране пока относительно немного, но они есть. И вот у этих людей с широкими интернет-каналами есть YouTube, есть все остальное. То есть вот где-то вот, то есть, ну, я думаю, доля примерно как вот у iPad'а и всех остальных планшетов. Ленин сказал в этом случае, узко мысли, товарищ, все-таки YouTube это далеко не единственное. Мне кажется, сегодня онлайн-видео, тенденция роста и вот точка развития, это онлайн-кинотеатры и выход на экран в гостиной, на большой экран телевизора. Знаете, да, есть такое дело, я как раз несколько дней назад купил телевизор, у меня много лет его не было, вот я его купил. И там встроенный кинотеатр, вот этот вот, Иверу. То есть раньше я сталкивался с Иверу на экранах смартфонов, потому что эта компания инвестирует немалые деньги в то, чтобы их приложение появлялось уже предустановленным на смартфонах второго эшелона, потому что первый эшелон пробится очень дорого. И вот у меня в телевизоре тоже появилось, я запустил, думаю, сейчас посмотрю. Знаете, я потратил минут 25 на то, чтобы найти хоть что-нибудь посмотреть интересное. А то есть там все было неинтересно? Там очень много старых советских фильмов, очень много фильмов класса B, такого очень сомнительного качества, ну и штук 10-15 фильмов, которые в принципе можно бы посмотреть, но я их уже давно посмотрел. Поэтому вот так я и не смог, то есть я сначала обрадовался, ой, сейчас посмотрю бесплатно, здорово. И так и не смог, то есть. Но это вопрос выбора, это другая история, которая, дай бог, будет достигаться. Давайте сейчас послушаем новость про крупные вливания в сетевое видео. РУНЕТСЕГОДНЯ Подписка на неграничный доступ к каталогу составляет 299 рублей в месяц, она позволяет смотреть фильмы без рекламы. Бесплатный просмотр предполагает перерывы на рекламные ролики каждые 30 минут, собственно говоря, звучания или воспроизведения, вот так вы правильно сказали. Если в онлайн геотеатры вливаются такие действительно большие для РУНЕТа инвестиции, значит видео сегмент все-таки на подъеме. Как, Михаил, думаете? Подъем есть в том смысле, что мы смотрим на аудиторию, мы смотрим на аудиторию и на рекламный рынок. С этой точки зрения есть некоторый подъем, потому что аудитория ресурсов видео, специализированных видеоресурсов, она растет, может быть, вместе с аудиторией интернета в целом. Есть некоторые росты, есть интерес игроков рекламного рынка к этому сегменту, не зря ИВИ имеет рекламу каждые 30 секунд в своих... 30 минут. 30 минут в своих, да, прошу прощения, в своих программах. Другое дело, что такое видеосегмент, потому что интернет-кинотеатры — это только одна составляющая. Есть YouTube, это бесплатный сервис. Есть огромное количество файлов, которые, будем честными, лежат в интернете, которые можно снова скачать и посмотреть на компьютере. В частности, в той социальной сети, которая отказалась от услуг ТНС. В частности, там тоже много чего есть. Есть, простите за это слово, торренты. Этим люди пользуются, да. Соответственно, здесь очень важно, каким образом интернет-кинотеатр предлагает попользоваться этими услугами. Может быть, здесь должна быть сделана отсылка к новости, которую мы обсуждали в начале программы, про Яндекс.Деньги, которые получили лицензию на операции. То есть удобство платежей за это дело. Потому что если неудобно заплатить за контент, то люди этим пользоваться, наверное, не будут. Чем в свое время взял Apple Store? Тот же самый. Просто удобно. Зарегистрировал карточку, нажал на кнопку и купил. Здесь никаких проблем нет. Если надо лезть за этой карточкой каждый раз, чтобы за что-то заплатить, это, наверное, не очень удобно. Это вопрос, опять же, это вопрос удобства пользования. Удобство пользования и широты предложения. Сергей, на что бы ты потратил 40 миллионов долларов, если бы руководил проектом Iver.ru? Ох, такой хороший. Совсем коротко, потому что сейчас у нас... Меня потом трудоустроят сразу после этого мероприятия. Вдруг. Наверное, я бы предлагал во всех магазинах покупателям телевизоров, которые, в принципе, способны выходить в интернет, а их довольно много уже, какой-то бесплатный брендированный Wi-Fi адаптер и помогал им в оплате интернет-счетов в течение, допустим, полугода. Это единственный способ. А пошел бы в телевизоры именно? Да, потому что телевизоры, они продаются, как правило, без встроенного Wi-Fi. А чтобы подключить его к Wi-Fi, там, адаптер, вот эта вот маленькая штучка, она так-то стоит 300 рублей. А к телевизору специальная такая штучка стоит уже 2000. То есть, соответственно, людей, которые на это подпишутся, их немного. Плюс интернет, то есть нужен нормальный интернет-канал. Прямо мои родители бы с удовольствием смотрели, но у них трехмегабитный канал, и они, в общем-то, больше платить сами не готовы, им не надо. А если бы пришел Иви и сказал Владимира Борисовича Нина Михайловна, вот вам доплата за 6 мегабит в течение полугода, они бы попробовали и, возможно, подсели. Интересная версия. Сейчас узнаем, что насчет думы Сергея Корнихина. Это генеральный продюсер Иви.ру, он у нас на связи. Сергей, приветствую. Здравствуйте, Максим. На что все-таки планируется потратить деньги? Это первый вопрос. Второй вопрос будет, насколько вам идеи, предложенные Сергеем, интересные. Ну, смотрите, конечно, очень хотелось бы оплачивать и интернет, и адаптеры, и прочее оборудование. Я боюсь, что это не совсем наша фера бизнеса, это скорее к операторам связи. А мы зарабатываем на том, что предоставляем пользователю контент. Поэтому вот это и будет нашим основным направлением приложения средств. В первую очередь, как раз, чтобы ответить вашему первому гостю, мы собираемся очень активно расширять нашу библиотеку, добавлять в том числе самые-самые последние и максимально сокращать окно театрального релиза, чтобы не было ощущения, что вот эти фильмы я мог бы посмотреть, но вот я как-то все посмотрел. Вот наша задача максимально сократить выходы фильмов на ИВИ относительно времени выхода их в кинотеатры, или там, если это сериал, то относительно выхода их в эфире. И второе, на что мы собираемся очень активно, конечно же, за эти средства, это, разумеется, выход на Smart TV и другие платформы. Мы действительно уже очень хорошо представлены на планшетах, за что спасибо, опять же, вашим гостям за точный комментарий. Но мы будем продолжать инвестировать и в User Experience на этих платформах, и действительно в активное привлечение пользователей, потому что понятно, что там на развитых рынках, например, ну, например, доля Netflix на устройствах уже порядка 70%. Понятно, что онлайн-смотрение будет все больше и больше сдвигаться туда, а главное, что пользователь гораздо более лоялен и гораздо более активен именно на устройствах, потому что веб все-таки это форма скорее для какого-то более делового либо более короткого общения с видео, а устройство — это такая зона комфортного употребления. Иными словами, направление вложений — это покупка контента и освоение планшетных устройств, по большей части, если я правильно понимаю. Не-не, Smart TV. А, Smart TV, то есть все-таки телевизор. Smart TV, да. Ну, еще раз, планшеты мы уже очень, ну, можно сказать, что освоили, то есть мы представлены фактически на всех планшетах, которые вы сможете представить, и мы будем как раз наоборот активно развивать инструмент Smart TV. И дальше, ну, мы будем уже действительно ограничены скорее приростом, и естественным приростом абонентской базы, потому что действительно есть там проблемы, например, с подключением. То есть на данный момент 40% телевизоров, которые подаются со встроенными интернет-услугами, они просто не подключаются к интернету. Но это, к сожалению, не наша уже зона ответственности, и мы не планируем как-то на это влиять. Хорошо, спасибо большое. Это был комментарий Сергея Корнихина, генерального продюсера Иви.ру. Собственно, виновника торжества, если можно так выразиться, то есть того проекта, который получил довольно изрядные деньги на развитие видео во всем роду эти глобально. Потому что, как мы знаем, большому счету, подобные проекты, то есть лидирующие проекты в различных инновационных направлениях, являются большому счету, кроме всего, просто ликбезом. То есть они первопроходцы, они рассказывают не только о своем красивом предложении, а просто о факте наличия такого предложения. Согласны? Нет, вообще и молодцы. То есть прибыли, так понимаю, особо нет, а деньги все идут и идут. Как говорил Кассик, что делать будем? Завидовать будем. Менеджмент сервиса искомия комментариев о материалах программы не раскрывает общее количество денег, которые были вложены в проект со дня его запуска. В 2010 году в интервью блогу TechCrunch гендиректор Илья Олег Туманов подчеркнул, что ранее эта сумма исчислялась несколькими десятками миллионов долларов. То есть уже несколько десятков там вложено, сейчас еще 40 зашло. Ну, молодцы. Молодцы. Может быть, работа на перспективу. Нет, ну несомненно, работа на перспективу. Я думаю... Вопрос какой, да? Иначе... Ну, вообще, вы верите в онлайн-кинотеатры, вот так вот скажем? Или все-таки телевизор, имею в виду телевизионные глобальные корпорации, ну или там федеральные корпорации телевизионные, типа Первый канал ВКТРК, найдут какие-то решения, которые забьют онлайн-кинотеатрам баки в России и сделают их бизнес нерентабельным в дальнейшее время? Как вы думаете? Скорее речь идет о сервисе Video on Demand. На самом деле, здесь... Это не совсем кинотеатр тогда, это вообще любой брендированный контент, который можно просмотреть в удобное для себя время. И до какой-то степени к этому движется часть и телевизионного вещания, и вообще потребление видеоконтента в целом. Понятно, что она никогда не будет целиковой, всегда будет трансляция, всегда останется некоторое вещание, которое не зависит от желания человека, привязанное ко времени, но вот эта составляющая Video on Demand, она должна развиваться, видимо, инвесторы и в это верят, и, соответственно, вкладывают в это деньги. Кто выиграет, коротко, телевизор или онлайн-кинотеатр, онлайн-видео, онлайн-игроки? Делайте ваши ставки, господа. Хорошо. В титре Максим Спиридонов мы задали вопрос, при помощи каких сервисов вы смотрите фильмы в сети? Ответы такие. YouTube. Никакими, отвечает пользователь Ростелеком, пока не везде оптоволокно проложил. Далее ответ Иви. Хэти косяков у них уйма. Снова ответ ivi.ru. Далее. Не даже на кто это отвечает. Ну, мы надеемся, что это просто слушатели. Вот правда, Иви еще пару раз упоминается, не буду зачитывать полностью твиты, которые пришли. Turbofilm.tv. Нашелся честный человек. Еще один честный пишет, торренты, в скобках простите. Ну, и iTunes иногда, добавляет он. Вот. Ну, такие вот ответы у нас есть. Мы продолжим говорить. Значит, коротко проанонсирую. Мы подошли к обсуждению, без сомнения, главного технологического события мирового масштаба прошлой недели. После новостей проведем дискуссию, темой которой станет он, iPhone 5. 11.48. Доброе утро или уже добрый день, наверное, друзья. Это программа «Урнет сегодня» о главных событиях ушедшей недели в цифровом пространстве. Вместе с гостями этой студии Сергеем Вильяновым, главным редактором журнала «Мир ПК» и Михаилом Райбманом, директором по работе с рекламно-агентствами «ТНС Россия» мы говорим о том, что интересного случилось в глобальной сети, мобильном вебе и «Рунете» в частности. Напомню, значит, о том, что поговорили о тех вещах, которые были важны, но не настолько. И здесь, коллеги, на ваш взгляд, хочу задать такой вопрос. На ваш взгляд, что именно в политике корпорации Apple в их продуктах позволяет им добиваться такого колоссального пиар-эффекта для своих новинок? Ведь, похоже, ни одно СМИ мира не обошло страной вниманием факт презентации пятого айфона. Сергей. — Знаете, у меня банальная версия, они просто очень хорошие продукты. То есть, имея хороший продукт, не обязательно быть хорошим продавцом. То есть, действительно, сейчас то, что делает Apple, это очень-очень хорошо. — То есть, это настолько очень хорошо, что не сопоставимо ни с какими продуктами какой-либо другой компании мира. — Почему? Почему? Например, когда в мае показывали Samsung Galaxy S3, то же самое было абсолютно. То есть, во всех СМИ написали, то есть, там, ну, только разве что, не знаю, там, вестник колхоза в Садиземье не написал. То есть, сейчас это один из продуктов, который... — Мне кажется, всё-таки не сопоставимый эффект. — Сопоставимо, поверьте, поверьте, сопоставимо. Я просто один из немногих, кто ездил из России на презентацию Galaxy S3, и там мои фотографии рвали просто на части, потому что очень огромный интерес был. То есть, просто огромный, удивительно. А Apple, конечно, немножечко покруче, но нельзя сказать, что разница прям вот такая вот огромная, что... — Ну, мне кажется, ты изнутри смотришь, и тебе кажется несколько, ну, картинка по-своему. — Может быть, да, искажённая, согласен. — Не скажу за эффект, но мне кажется, Apple сделал совершенно очевидную вещь, которая помогает ему в том самом пиаре. Его продукты модны, в отличие от продуктов, наверное, других производителей. На Apple, на iPhone, на iPad есть мода. А как только есть мода, то это очень сильно помогает раскручивать бренд и, соответственно, помогает его продвижению. — Я даже сказал, что в какой-то момент они перестали быть модными и стали культовыми. — Ну, можно спорить про моду и про культовость, но вот это где-то примерно то самое поле, в которое они попали. И в котором они, собственно говоря, играют и продвигают свои продукты. Итак, о главном событии недели. — Рунет сегодня. Корпорация Apple официально представила iPhone 5 на презентации в Сан-Франциско. Новый гаджет полностью сделан из стекла алюминия, его корпус на 18% тоньше, а экран увеличен до 4 дюймов. 21 сентября устройство поступит в продажу в США и в ряде других стран. В России новый iPhone станет доступен не раньше декабря. — Ну как не раньше декабря? Как мы понимаем, конечно, он станет доступен и раньше, просто по каким ценам? — Я думаю, уже 22-го, 23-го можно будет купить. — За сколько, Сергей? — Я думаю, за соточку. То есть первые дни за соточку, а потом упадет быстро до 50-60. — Дам сейчас короткий текст по моментам технического характера. Надо сказать, что большинство экспертов в своих рецензиях говорили о новом гаджете со значительной долей скепсиса. Ну, в принципе, это свойственно экспертам. Какой же ты эксперт, если ты без скепсиса говоришь о тех или иных новинках, которые вызывают общий ажиотаж. Общим местом стало утверждение, что iPhone 5 революцию не произвел. — Аппарат критиковался за новую нестандартную сим-карту, наносим, кстати, по-моему, заслуженно критиковался. За новый коннектор и необходимость покупать переходник в связи с этим. Большинство приложений не приспособлено к удлиненному экрану нового iPhone, а значит, пользователи будут видеть две черные полоски внизу и вверху. То расправедливое замечание, не знаю, насколько критичное. Значит, кроме того, критике подверглась новая iOS, на которой работает iPhone 5, которая, по мнению ряда аналитиков, не получила заметного улучшения по сравнению с предыдущей версией. Что касается России, то не появилось русскоязычной версии Siri, что грустно для нас. А также выяснилось, что новый iPhone не поддерживает диапазон 2,6 ГГц. В этих частотах работают отечественные LTE-сети с картой ЛМТС. Это, кстати, критично, Сергей? — Ну, вроде бы, это можно починить при помощи прошивки. — Я думал, скажешь, паяльник и кувалды. — Нет, паяльник — это святое дело. Но просто эта проблема-то не эпохса. Это у нас такая страна самобытная, необычная. У нас все частоты очень своеобразные. — У нас и рельсы джедорожные другой шириной. — Да-да-да, то есть как царь научил в свое время, так и. Поэтому, да, действительно, революции, на мой взгляд, не произошло. А ее ждали, эта революция? Что должно было такое появиться, чтобы он на работу за нас ходить должен уже? Или там кофе варить? — Ну, не знаю. Вообще, что делать? Восхищаться или ужасаться темным айфоном? — Знаете, я вообще очень сочувствую людям, которые всерьез воспринимают смартфоны. То есть они там переживают по их поводу, ругаются друг на друга. А вот мой айфон лучше твоего. Это просто некое устройство, которое помогает нам решать ряд задач. Вот в качестве такой решалки задач айфон 5 — хорошее, годное устройство. Хочешь разговаривай, хочешь твиттер пиши, хочешь кино смотри. Все хорошо, батарейка получше работать стала. И вы вот, многие комментаторы упускают очень важный момент, что это же только вот в мечтах пользователя айфоны вырастают из этих вот алюминиевых зерен, которые посыпают кремнием и поливают медным купоросом. На самом деле это не так. То есть это все берется из компонентов. То есть разработка устройства начинается за 2-3 года до того, как это выходит на рынок. Что было у нас 3 года назад? 3 года назад был 2009 год, когда вся индустрия, IT-индустрия, лежала, если не в руинах, то, в общем, все сидели и боялись. Соответственно, в перспективной разработке денег никто не вкладывал. Все занимались выживанием. И вот сейчас прошло эти самые 3 года. Apple не из чего было сделать революционный продукт, чтобы он был, не знаю, влагостойким. Чтобы у него экран был с разрешением в 5 раз больше, чтобы камера была 40-мегапиксельная. Не из чего это было взять просто. Поэтому получилось то, что получилось. Я думаю, что революционное нечто появится где-то годика через 2, когда вот уже индустрия начала просыпаться в 2010-2011. Вот как раз годика через 2-3 оно и жахнет. Михаил, вопрос к тебе. Как ты думаешь, а сколько вообще, с твоей точки зрения, как не узкого специалиста, как Сергей, в гаджетах, сколько в этом, в успехе iPhone и вообще успехе Apple маркетинга, а сколько реально технологического прорыва? Как тебе кажется? Трудно оценивать в долях. Думаю, что там есть очень много и того, и другого. Потому что если бы не было каких-то новшеств, то новую версию вообще и выпустить было нельзя. Но маркетинг и то, о чем я говорил, та самая мода, культовость, как хотите называть, это очень большая составляющая, которая на самом деле все равно приносит деньги компании, которые производят эти продукты. Я слышал сообщение о том, что выпуск iPhone 5 поднимет ВВП Соединенных Штатов на полпроцента. Ничего себе. Это гигантская цифра. Полпроцента от ВВП. Вот такие сообщения были. Учитывая то, что ВВП у США мама не горюй. Да. Соответственно, представьте себе, что это только один релиз, только одной версии одного продукта. Это феноменальная цифра, которая как-то не укладывается в голове, что вот такое можно сделать. Понятно, что маркетинга здесь много, и без него никак не обойдешься. Сказывается ли как-то, за данный вопрос, не имеющий вообще никакого отношения к технологиям, сказывается ли как-то климат, политический, экономический, предпринимательский климат США на том, что там возникают такие вот великие, без привлечения корпорации, и, как следствие, наверное, великие продукты? Как думаете? Ну, на территории США, насколько я помню, за последние лет с ТОСГАКом не было ни одной войны, не было революции, ничего не было. То есть, ну и плюс достаточно вменяемые, неглупые в основном правители. Вот результат. А если бы их так же колбасило, как нашу многострадальную страну, я не знаю, смогли бы они соорудить айфон. Вопрос риторический, мне кажется, в какой-то степени. Ну да. Вопрос для того, чтобы подумать. Интересная статистика. Суммарные продажи iOS-устройств составляют 400 миллионов экземпляров, по таким данным, что есть у нас, в то время как Android работает на 500 миллионах гаджетах, несмотря на то, что вышел годом позже. Ну, дело в том, что если смартфоны на Android уже научились делать с телевизорами и тремя сим-картами, то устройство на iOS с тремя сим-картами и телевизором купить трудно. Поэтому я думаю именно в этом. Потому что действительно китайцы клепают всякое на Android в огромных количествах. Отсюда и прирост. А тут все устройства произвела только одна единственная компания. В твиттере Максим Спиридонов задали вопрос, какие факторы являются для вас решающим при выборе смартфона. Наш слушатель отвечает следующим образом. Операционная система и умеренная диагональ экрана. Как только текаемо, умеренная диагональ. Это очень правильно, да. А почему? Ну, потому что флагманы на Android у меня рука, как вы видите, не очень маленькая. Обычная. Но вот я на новых смартфонах на Android я не могу им управлять одной рукой. Я не дотягиваюсь. Там, когда диагональ экрана 4,8 или 5 дюймов, мне неудобно. То есть мне приходится держать смартфон двумя руками. А iPhone я одной рукой вот все делаю. У меня вторая рука свободная, могу что-нибудь приятное делать. Далее ответ в твиттере. Максимальная функциональность, а дизайн у телефона уже нет. То есть, имеется в виду, дизайн уже не важен. Он, очевидно, так имеет в виду наш слушатель, отвечая на вопрос, какие факторы являются для него решающими при выборе смартфона. Далее. Размеры, качество экрана, качество фото и видеосъемки, объем памяти, операционная система. Ну, такой трезвый, такой сборный ответ. В общем, все. Да. Все важно. Какие качества? Важно, чтобы он был iPhone. Для большинства. В этом смысле вспомню шутку, которая ходила по Facebook незадолго до презентации iPhone. О том, что в iPhone 5, говорят, в iPhone 5 будет одна функция, которая позволит пользователям и владельцам iPhone 5 свысока смотреть на пользователей других, более ранних версий. Это несомненно. Думаю, что это они точно встроили. Для многих это важно. Коротко добавлю, осталось буквально несколько секунд до осуществления программы о том, что к этому событию, выходу iPhone, интересно, совпала информация о том, что магазин iTunes наконец откроется в России. Об этом вы слышали. Может быть. Да, вполне возможно, в последнем квартале этого года, либо в начале следующего года. И это довольно серьезно может изменить ландшафт в Рунете. В частности, что они будут делать с тем, что вся эта история находится в ВКонтакте по полной программе. Вот все, что там платно будет предлагаться в iTunes, находится бесплатно во ВКонтакте. И других сервисах на торрентах. В общем, похоже, предстоит новый витокс и с этим определенного противостояния про обладателей и пиратов или тех, кто пиратами считается в онлайне. Вот. А на этом, собственно говоря, все. Коллеги, спасибо огромное вам за то, что нашли время пообщаться. Напомню, что в гостях программы «Рунете сегодня» были Сергей Вильянов, главный редактор журнала «Мир ПК» и Михаил Райбман, директор по работе с рекламными агентствами ТНС «Россия». Это была программа «Рунете сегодня». Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте нас каждый понедельник. Пока.